Здравствуй, Серёж. Да, добрый день, Виктор. Ну, первый ролик зашёл, 10 тысяч просмотров, народу, похоже, понравилось. Ну, кроме того, что я там ругался матом. Ну, мат же не брань. Но в целом, я так понимаю, все люди отметили, что мы были вежливые, интеллигентные, что мы спокойно затронули эту тему, и в целом мы были красавцы. Ну, в общем-то так, в общем-то так. Тема, скажем так, резонансная. Да, да, тема резонансная. Я видел отдельные комментарии косвенно упоминаемых лиц, которых они пытались истерить, но их спокойно все успокаивали, гладили их по головке, говорили, ждите темников, всё будет хорошо, не надо так нервничать, и так далее, и так далее. Ну, вот мне, кстати, поступило несколько вопросов, скажем, вот вне комментариев под видео, а просто это либо телефонные звонки, либо обращались в личку. И, как бы, я тоже извиняюсь за этот вопрос, потому что, знаешь, как два, вот у меня уже 25 или сколько лет жизни на Западе, вот мы выпали из русского лексикона. И многие слова, мы же живём в другом мире, в других проблемах, и многие слова для нас не совсем понятные. И вот меня прям попросили, может, Дмитрий, объяснить, вот чётко и понятно, слово темники, мы его не понимаем. Ну, во-первых, слово темник означает теневой документ, который устанавливает, что говорить, что писать в средстве массовой информации или в социальных сетях. Темник от слова теневой. Это значит, что существует несколько публичных там средств массовой информации, лиц, персон влияния, которые проповедуют ту или иную идею. Как правило, за этими людьми стоят структуры, которые ему пишут инструкции. Вот эта инструкция называется темник. В переговорении на нашу историю с бессмертным полком, когда происходит провокация для того, чтобы власти, например, отменили бессмертный полк по признакам экстремизма в связи с портстретом того же Сталина, то это не сами такие талантливые люди делают такую провокацию. Это аналитический отдел написал инструкцию, люди сделали определенную работу, вывели людей и таким образом исполнили темник. Это документ, который касается оперативной работы спецслуживания. Вот, теперь все понятно, потому что многие люди в своей беседе пытаются темник связывать с человеком, с личностью. Ну да, да, да. А это, ну да, это у нас за последнее, вот с Майданом это связано, у нас работа СМИ, работа социальных сетей, она особенно на Украине еще со времен Кучмы, да, темники, темники, это термин, который из Киева пришел, и он показывает, что администрация Кучмовской, администрация президента, она рассылала подконтрольным СМИ инструкции, о чем говорить, о чем не говорить, что делать, куда вести. Вот это тема. Понятно. Ну смотри, вот по комментариям и по личным обращениям, которые ко мне поступили, значит, у меня снялся вопрос, допустим, подготовки следующей темы, следующего эфира. Я в самом начале так думал, слушай, все равно выскочит какой-то комментарий, и, в общем-то, вот как мое такое предложение, что смотри, у нас прошел первый эфир, мы на нем дали информацию, поступило, допустим, интересные вопросы, какие-то комментарии, которые вот я предлагаю, допустим, рассмотреть. И что интересно, они касаются в основном провокаций. И как раз вот я затронул тему с портретом Сталина, и, ну вот, по порядку начнем, допустим, провокация, причем я сделал несколько обзвонов и пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, с участниками боевых действий, с блокадниками. Мне был интересен их ответ, их восприятие проблемы, касающейся триколора. Потому что мне конкретно вот задали вопрос, значит, не стыдно ли нам, ходить под триколором, под власовским флагом. И вот, я смотри, у тебя все равно в этом отношении знаний, встреч с людьми, информации гораздо больше, ты подкован в этом отношении, скажем, на более высоком уровне. Я рассуждаю с точки зрения, как это делает любой человек. Обычно открывает Google, Яндекс и начинает вот искать информацию. Я решил как бы не уходить с этого поля, с этой площадки и сделал то же самое. Что я для себя, допустим, открыл? Если честно, я раньше сильно не касался этой темы. Вот в который раз нахожу подтверждение, что мы очень плохо знаем историю. Мы действительно ее очень плохо изучали, либо изучали не настолько как-то вот по правильным технологиям. Но единственное, что я для себя понял, первое, это то, что власовская армия, РО, русская освободительная армия, как они себя называли, значит, в качестве своего флага и шеврона на рукавника, использовали Андреевский флаг. Официальное подтверждение, вот по моим источникам, официальное подтверждение использования триколора было только однажды. Однажды, это в 43-м году, 22 июня, на параде в Пскове. И то, это был такой несанкционированный вынос, без разрешения, потому что немецкая сторона, она, в общем-то, никогда не собиралась восстанавливать Российскую империю, а все-таки триколор к нам пришел еще от, скажем, дореволюционной России. Вот, и это был несанкционированный вынос знамени, и такого больше не повторилось, за исключением только, когда была битва за Прагу. Когда, в общем-то, власовцы, и это понятно, хотели каким-то образом реабилитироваться, поняв, что Германии конец, они подняли этот триколор, вывели немцев из Праги, ну, понятно, что надеялись на какое-то более, такое, милостливое, что ли, отношение к себе, в общем-то, они искали путь к спасению. Ну, в общем-то, как бы это, мы знаем история, это не помогло, и предатели, в общем-то, были наказаны. Вот. И плюс, я сразу уже закончу, я, значит, обзвонил, мне больше всего понравились слова, значит, блокадника, мы с ним видео с Игорем делали по блокадному Ленинграду. Вот я ему задал вопрос, я говорю, как вы вот относитесь? Дело в том, что я же сам вырос в семье, отец участник войны, и тем более у него, как бы, за плечами концлагерь, и там они сталкивались тоже с надзирателями, такая история, которые, вот, как бы, были из тех вот слоев, где и власовцы, и никогда, значит, проблема триколора не поднималась. И вот, когда я ветерану только задал этот вопрос, как вы вот относитесь к тому, что триколор пытаются использовать, как вот, я ему не сказал слово провокационное, использовать, как вот, как будто бы это сил, был символ власовской армии. Его слова, провокация, триколор не пришел к власову, власов пришел к триколору, взял его и попытался использовать, как провокационный, чтобы поднять людей, потому что никогда триколор не был флагом власовской армии. И еще мы отметили то, что официально по документам, что интересно, вот, допустим, единственное фотосвидетельство, это фотография парада из Пскова, на этой фотографии, да, он действительно держит триколор. Я не беру гугл, кучу, массу всяких нарисованных картинок, или через фотошоп про прогнанные фотографии, где даже на черно-белые эти цветные флаги триколоры вешают. Вот, это все, ну, что все это фейк, это понятно, но очень много свидетельств того, что использовался Андреевский флаг. Вопрос, почему не отстаивается позиция, что вот власовский флаг, это Андреевский флаг? В принципе, это же, наверное, логично, что, ну, это не резонансная тема, судя по всему. Что ты можешь сказать по этому поводу? Смотри, я, вопрос очень объемный, тут можно часовую лекцию читать. Нужно понимать, что вообще триколор, как таковой, да, сам по себе возник в результате глобального конференции 1848 года, славянских государств, да, при этом было обозначено в 1848 году у всех славянских государств, почти у всех, триколор в той или иной последовательности. У Крыма триколор, только полосы разные. Ну, во Франции, понятно, вертикальный триколор, но возьмите Сербию, возьмите там другие страны, да, за исключением Польши, Польша отдельная тема. Это цвета флагов глобального предиктора, атлантического крыла, который взял под себя управление этими территориями после, ну, во всяком случае, в начале той войны, которую признано, ну, называть Крымской, войной Севера и Юга и Опиумной войной. Это глобальная война, которая шла по всему миру. Вообще, этот флаг, триколор, это голландский флаг. Когда голландцы давали деньги дому Романовых на княжение после смуты, а смута – это климатическая катастрофа, и, в принципе, смута означает оккупацию Западной Европой русских земель, то это прежде всего триколор – это флаг голландского купеческого дома, который давал деньги на воцарение Романовых. Это оккупация, это тоже геноцид, это огромное количество проблем, связанных с церковной реформой никонианской, да, в результате которой были этнические чистки старообрядцев, не больше и не меньше. И что касается Википедии и источников, надо понимать вот какую вещь. Ну, я квалифицированный военный специалист, да, который еще в студенческие годы обнаружил такую вещь, что документы архивные, я не говорю о Википедии, об английском ресурсе, который вообще решает информационную задачу, они в промышленных масштабах фабрикуются для того, чтобы люди могли в качестве аргументов на что-то сослаться. Теперь вернемся к Википедии. Смотри, разведпризнак первого уровня. Как только звучит слово-сочетание «власовский флаг», то в ассоциации первого уровня «андрейский флаг» не значится, а сразу три колор. И это случилось не за последние 10-15 лет. Это ассоциация устойчивая. Это означает, что статьи в Википедии, надо посмотреть датировки, когда они писаны, надо посмотреть персоналии, кем публиковались, вообще надо посмотреть и свериться с другими источниками, потому что Википедия при оперативных разборках, это прежде всего ресурс британской спецслужбы, которая решает вполне определенные информационные задачи. Например, когда группа Яковлева, когда Горбачев в 1985 году захватил власть, вокруг него британцы сформировали группу Яковлева. Помимо других задач, основная задача группы Яковлева заключалась в фабрикации документов, которые должны были дискредитировать Сталина и всю его политику. Вот эти все бумажечки, где красным карандашом, якобы от руки Сталина, описано было «расстрелять?» Расстрельные списки. И это все подделка. И это уже доказано. И не все еще рассекречено, но об этом будет очень много информации в недалеком будущем. То есть я хочу сказать, что когда мы с вами начинаем обсуждать какие-то вопросы с большой исторической ретроспективой, мне тоже верить не надо. Надо спокойно посмотреть, кто субъект текста, грубо, очень широкими мазками, какой спецслужбе принадлежит, по каким темникам, уже все знают, что такое темник, написана статья, какие цели статья преследует. Ведь у нас, когда мы говорим о власовском флаге, что мы подразумеваем? Власовский флаг – это флаг голландских оккупантов, которые устроили этническую чистку в России и привели Романовых как своих ставленников. Это оккупанты. Вторым косвенным признаком подтверждения этого является то, что до смуты крепостного права на той части Руси не было. Я не говорю о польских землях на Украине. Вообще распределение церквей, от, например, очень ортодоксальных до старообрядческих по карте выглядит следующим образом. Греко-католики, очень высокая плотность. Дальше на Украине, в Наднепрянщине начинаются церкви православные, но не каньянского толка. И чем дальше на Урал и за Урал, тем их все меньше, меньше, меньше и меньше. А на Урале и за Уралом все больше и больше в старообрядцев. Это географическое подтверждение того, что была экспансия Запада под Триколором. А Триколор – это всего лишь навсего означает, под чьим управлением находится территория. А Триколор – те же три цвета присутствуют во флаге Англии, во флаге Соединенных Штатов Америки, во флаге Франции – все те же три цвета. Это означает атлантическое крыло глобалистов, которое базируется всего лишь навсего в городе Сити, пригороде Лондона. Посмотрите на гербы Сити. Кстати, французский флаг коллаборантами использовался в гораздо более таких больших масштабах, чем российский флаг, современный российский флаг. Но вопрос, гордиться Франции этим флагом или нет, никогда не поднимался. Потому что у французов очень короткая память. Они вообще забыли, что они были глобальной державой, претендующей на центр концентрации управления, но только Наполеон III решил английскую задачу и сделал Францию карманным государством. И таким образом взяли и флагом это зафиксировали. Триколор вообще у всех государств, везде, где он присутствует, он означает подчиненность английской королеве и Сити, как финансовому центру, не более и не менее. А флаг, под которым мы брали Рейхстаг, какой? Не постесняемся задать вопрос. Возникает этический вопрос. А был ли Триколор вообще на Рейхстаге хоть когда-то? В 45-м году? Нет, никогда не было. Возникает вопрос. А не охренели ли мы, потомки, победители Великой Отечественной войны, подменять флаг победы флагом, показывающим, что наша Родина управляется уже не верховным главнокомандующим, а английской королевой? Вот объясните мне тупому. То есть, как только мы начинаем копаться в краткосрочных горизонтах планирования, туда и сюда, мы забываем самое главное. А где же наш первичный флаг? А очень мало людей знают, что красный советский флаг – это всего лишь ведический флаг русских князей. И Иван Грозный воевал под красным флагом. А смута и переподчинение на 300 лет русских территорий Антанте, не просто так царский двинный дом присоединился к Антанте, это всего лишь навсего английская королева. И революция этот вопрос закрыла, и храм Христа Спасителя, как символ порабощения России, с той стороны был разрушен, а потом восстановлен. И восстановлен Триколор. Это очень сложная тема, она очень многих может возбудить. Но понимать, где находятся истоки, это самое важное. И я вас уверяю, в Википедии британские спецслужбы этого не напишут. Их задача замаскировать. Для меня самое главное было понять в данной ситуации, что это опять получается, смотри, такой провокационный вброс, чистой воды провокационный вброс. Мы вбросили Триколор, Власовский, и на этом фоне мы просто забываем, да, действительно, откуда все это пришло. Смотри, Сереж, насчет вброса, чтобы стравить. На самом деле наша позиция ни в коем случае не стравить. Сегодня Триколор – государственный флаг Российской Федерации. Хотим мы того или не хотим. И это наш флаг. Сегодня мы достойны того флага, который у нас сейчас. И если мы сами его будем хаять, то никогда мы не вернемся к нашему исконному пурпурному стягу. Получается очень важное разделение и развлечение. Я сейчас говорю, что власовский Триколор, символизирующий оккупацию Западной Европой, России, еще с начала 17 века, недопустим только на Бессмертном полку. Потому что там флаг победы. Это наш красный исторический флаг. Во всех других случаях, за исключением Бессмертного полка, это государственный флаг России, которому требуется оказывать уважение в той степени, в которой это возможно на сегодняшний день. Просто в чем смысл игры тех же британских спецслужб, которые пишут темники и по территории всего британского Содружества, чтобы вырастить потомков, которые вообще не понимают, что к чему. И которые будут сходу с порога говорить, ну это же Триколор, ну что вы хотите, это многовековой русский флаг. Тут весь черт в нюансах. Надо знать тонкости и понимать, что символы управляют миром. Триколор это не флаг России, это не флаг Сербии, не флаг Франции, не флаг других государств. Это символ, показывающий, что эта территория управляется из Лондона и из Сити. Не более и не менее. А там, где есть желтые, зеленые флаги, эти территории управляются из Ватикана. Не более и не менее. И вот понимание вот этой глобальной структуры, что два центра управления всем миром находятся, один в Лондоне, а другой в Ватикане, людям закрыто. Люди этого не понимают. Наш исторический флаг до возникновения Лондона и Ватикана, это красный. И центром концентрации управления была Москва. Город Владимир, вернее. Владеть миром. Ну, окей, с этим вопросом ясно. Если будем углубляться, это слишком длинная тема. По этой теме вообще, это даже не один эфир, я так понимаю. Я еще хотел напомнить, вот смотри, там в комментариях проскочило такое понятие. Я беру те, кто говорят, там ребята, хорошо, молодцы, нужная тема, правильно, хорошо говорите, с этим понятно. Я говорю от лица, кто комментарии негативные дает. И негативные, в первую очередь, мы затронули логотипы, символы, под которыми ходят бессмертные полки. Я, допустим, хочу добавить, чтобы всем четко было понятно, что в нашем диалоге мы не выступаем против того или иного символа. Мы ведь говорим о том, куда с каким символом идут. То есть, если берем журавлик, и если вот берем у нас, допустим, город Монреаль. В Монреале бессмертный полк до полуторы тысячи человек собирает, хотя община небольшая, будничный день, не выходной. Но вот что нас поразило, когда мы там были, это драйв. Это, знаешь, вот такое ощущение, вот какой-то такой подъем, вот все люди на взводе буквально, потому что это праздник. Все пришли, значит, это шествие совершили, происходит, да, у них символ журавлик, и люди делают правильное действие. Ветераны с ними, все вот, все, это праздник победы, в котором никакого другого ощущения нету, именно ощущение победы. Но если стоит вопрос в том, что у нас бессмертный полк, здесь мы перекидываемся на Торонто, допустим, организовывают свое шествие в отрыве от празднования Дня Победы, они просто не приходят на празднование Дня Победы, не приходят ни на одни акции, да вообще ни на одно мероприятие не приходят. Знаешь, с одной стороны рапортуют о тысячах человек, участников, с другой стороны, за последний год мы проводим битва за Москву, Сталинградская битва, Курское сражение, какие бы мероприятия ни проводим, они не приходят на них, они их игнорируют. Даже блокадный Ленинград вот прошел, они опять не пришли, то неважно под каким символом они ходят, это неправильно. Ихние поступки, их вот эта вот, эта реакция и игнорирование, может быть бойкот в какой-то мере, это неправильно. И если они будут ходить под Георгием Победоносом, да, мы скажем, причем здесь он жертва, причем Георгий Победоносец, если ваши действия, мы говорим о действиях, самое главное, потому что Бессмертный полк и праздновать Дня Победы, это один праздник. Просто главный стержень праздника, это День Победы, Бессмертный полк, это дополнительная, вот как предаточная акция, к тому, чтобы этот праздник сделать. И что интересно, вот, что меня пугает больше всего, в твоих словах тоже проскочило, что, допустим, спецслужбы Запада, стараются вытравить в русском человеке, в современном молодом человеке, отношение, допустим, к своей истории, вот интересно, Бессмертный полк, это же праздничное шествие, идут же семьи, идут с детьми. И чем все это закончится? Тем, что, если люди будут ходить на Бессмертный полк, которого никакого отношения не имеет, празднование Дня Победы, там ходят дети, там ходят молодежь, они будут уже взращены, под понятием, что, при чем здесь ветераны, это наш праздник. Поэтому вот в этом году мы делаем юбилей нашего праздника. А День Победы здесь ни при чем. И оно так и есть. Вот смотри, 400 с лишним тысяч русскоговорящих жителей и в Торонто. Я сейчас пытаюсь формировать такой, как группу транспортной поддержки для ветеранов. Вот сейчас 23 февраля, значит, празднование День Защитника Отечества, плюс юбилей ассоциации. Решается вопрос. Это старые люди, по одной, по две машины, по одному, по два ветерана в машину. Это мы не можем автобусы подгонять, потому что эти люди сходят с ходунками. Их очень сложно в машину погрузить. Это всегда нужно подобрать, чтобы машина была соответствующая. Отвезли, подвезли. Само по себе, господи, 15-20 минут подвезли, там побыли 2-3 часа на мероприятие, праздник, фуршет, речь и все. И обратно отвезли. Не сложно. Мы не можем 10 машин собрать. Это, естественно, должны быть молодые люди. И вот ребята, скажем, вот моего возраста, плюс-минус немножко, да, они вызывают у них, вызываются помогать. Буквально вот сейчас, последнего ветерана, самого старшего по возрасту, мне нужно было обеспечить, чтобы его доставили. Вот буквально мне полчаса назад позвонил парень и говорит, все, Сережа, без разговоров, прямо вот к двери, погрузим, отвезем, поможем, отвезем обратно, все. Ну, люди очень надежные, я знаю, что они это сделают, все. А молодежной активности, нет, это же тоже, вот как бы, последствия всего этого. То есть, это не просто такая, безобидная акция, подумаешь, мы не пришли на празднование, День Победы, фактически, фактически, это настолько уже, я не знаю, глобальная технология, или как ее назвать, я это, знаешь, как называю, технология современного предательства. Понимаешь, вроде как бы безобидно, вроде мы говорим о победе, вроде мы говорим о празднике, а фактически, что? Что мы делаем? День Победы мы отрицаем. И вот здесь я возвращаюсь, к тому, что и речь не идет о символе, под которым ходит, речь идет о поступках, о поступках. Куда, куда, куда вы идете под этим символом, вот это вот страшное. Ну да, основная цель патриотизма, это воспитание детей. Что дети усвоят, что они будут знать. В конце концов, если их, за что они готовы будут идти умирать? За родину, за дедов, за детей, за женщин, а за что они, ведь основной вопрос в жизни каждого воина, ну вот я по моему сословию, завтра 23 февраля, меня спрашивают, а в чем смысл этого праздника? А я говорю, у воинского сословия один вопрос, а есть ли у тебя в жизни вопрос, да, при ответе на который ты готов умереть? Вот наши деды, которые сделали победу, они умирали миллионами, но они, красный флаг победы, над Рейхстагом подняли. Вот они на этот вопрос ответили, они умирали за то, чтобы через 25 лет, и через 50, и через 70, на территории Советского Союза жили наши, их, да, дети, внуки, мы живем. Они вопрос свой решили, а теперь в нашу зону ответственности. А мы своих детей воспитаем так, чтобы мы, ну, во-первых, мы сами, мы умереть за что-то вообще можем, кроме бабла. И тот только в доме престарелых, потому что наши дети за нами ухаживать не будут. Или мы готовы умереть за вещи высокого порядка. А кто здесь будет жить через 25 лет? А наши дети этот флаг победы перенесут? Или они журавлика, блин, будут нести? Представляешь себе, Кантария на Рейхстаг журавлика поднял. Ну, чтобы весело было отмечать День Победы и Бессмертный Полк в Торонто, в Перми прапраправнукам, да? Не правда похоже на издевательство? Юбилей, юбилей праздновать. Да, мы празднуем юбилей. Да не охренели ли вы с таким юбилеем? Взять бы весло, блин, додать бы по башке, блин, по-русски так нормально. Без французского. Да, я помню, меня просили тоже, чтобы я там фильтровал базар. Но, вопрос, между прочим, принципиальный. Если люди готовы умереть за родину, да, за то, чтобы деды жили, да, чтобы внуки, правнуки были, то вот за принципиальные вопросы по хлебалу можно так надавать, просто чтобы было понятно, что это принципиальный вопрос. Мы поэтому очень принципиально стоим на, как бы, вот, на этом вопросе, как бы на решение этого вопроса. Потому что, что от нас зависит, насколько это зависит, конечно, мы будем бороться с этим явлением. мы будем стараться делать все для того, чтобы община осознала, сделала выбор, что ребята, ну, как бы вы, знаешь, самое страшное, людям же все равно придется отвечать за это. им все равно, когда-то зададут этот вопрос. Их зададут, ребята, как так? Ну, как так? Вы идете на бессмертный полк, вы говорите о праздновании Дня Победы, и вы считаете ненужным прийти к ветеранам, понимаешь? Потому что, мне один раз, знаешь, подошли и такое сказали. Во-первых, меня обвинили в том, что я лоббирую интересы еврейской общины. То есть, кого-то смутил тот вопрос, что среди евреев есть ветераны. А почему среди евреев не должно быть ветеранов, они такие же граждане, жители Советского Союза были и точно так же воевали, как и евреи, и казах, и узбек, и чеченец, и кого только не было. Обрати внимание, основная цель темников, спускаемых структурами, называется стравить по отношению к вопросу победы, по отношению к национальностям. Вот ты более голубоглазый, блондин, а здесь еврей, да? И всячески стравить друг с другом. Наша задача обратная. Наша задача обратная. Ты на русском языке говоришь, да не важно какого цвета у тебя глаза. Ты потомок победителей в той войне страшной, да? В результате которой мы живы, да? Отсюда и весь разговор как хрен до копейки. Нас хотят стравить по национальностям, по всем делам. Мы должны озвучить свою позицию. Кто идет с журавликами, да ради бога, мы с вами ругаться, драться, вообще не собираемся. Вы просто показываете, что вы не русские, да? Вы по-русски не говорите. Вы не русский еврей, не русский армянин, не русский татарин, не русский русский, вернее, не русский русин. Правильная этничность это русин, или руснак, или русан. А в начале 20 века изменили зонтик, чтобы понизить цивилизацию русскую, когда разные народы говорят на русском языке, сделать этничностью. Очень хитрый ход, да? Люди не знают, что они русины. Я русин, например, этнически, да? А русский это уже цивилизация. Это касается еврея, армянина, татарина, башкира, кого угодно. Даже американцы есть русские. Потому что они говорят русские. Мне понравилась самая красивая фраза в фильме 28 Памфиловцев, когда он, этот, лейтенант, или старший лейтенант с ПТР, и когда казах ему подает патроны, и он ему говорит фразу, мы им покажем, кто русский. Он говорит, я вообще казах. Он говорит, а что, казах не русский? Он говорит, ну да, вообще. То есть, вот как цивилизация. Да, это цивилизация. Мы все говорим о языке международных, эмоционального общения. Ты знаешь, что самое интересное? Это, вот вернуть, допустим, канадцам. Я живу немножко в стороне от Торонто, 150 километров, это далеко на север, это уже здесь считается очень большое расстояние. В том плане, что там совершенно другие люди, все совершенно другое. И вот, я единственный там, кто живет, это такие фермерские территории, соседи. Ну, с ними, что, мне приходится работать, мы, допустим, на нескольких хозяйств можем там трактора использовать одни и те же, поэтому я чью-то технику использую, мою технику использую. У меня сосед мог запросто прийти, допустим, ему нужен трактор, нам возьми. Мне машина сломалась, в школу нужно отвезти ребенка, я захожу к соседу, дай машину мне ребенка в школу отвезти. Это нормальное явление. У меня приезжали гости, было такое, нет хлеба или нет бутылки вина на стол поставить. Я захозил к соседу, у меня, говорю, гости, там надо хлеба или вина. Он дает хлеб, дает вино, спрашивает, что еще надо, чтобы гостям было хорошо. Иди попробуй, это в Торонто сделай. Там отношения абсолютно нормально. Мы были на одном большом мероприятии, нас пригласили на 25-летие совместной жизни канадская семья. Значит, а я же в хоккей играл здесь, северная звезда, 45 и старше. У нас пару человек играли в возрасте, кто за Торонто Мэйпллиф играл в свое время. То есть, это такой хороший уровень, мы полностью в форме, вот как положено, экипированные были. И мы попали на юбилей, и значит, мы были единственной русской семьей в этом мероприятии. И тут вдруг раз один из наших игроков, причем не с нашей команды, а с соседника, против которой мы всегда играли, он подводит несколько человек и говорит, вот эта семья, мы с супругой были, они русские, и они позволили, чтобы мы их называли своими друзьями. То есть, они гордятся тем, что здесь живут русские, и что они, что мы позволяем им считать, что они наши друзья. То есть, абсолютно нет никакого негатива от простых людей в отношении русских. русских, они все, будет вот казах, чеченец, они скажут русский, они воспринимают нас вот как цивилизацию. То есть, вот здесь вот противоречий сильных нет. Поэтому, это я так, как пример. Смотри, окей, эти темы, чтобы мы долго не затягивать, сейчас я хотел перейти, знаешь, поступило несколько комментариев, и, скажем, вот, комментарии, которые я бы хотел обсудить больше всего. Вот. Значит, комментарий номер один, который зашел от Марины М, это женщина, которая живет у нас в Торонто. Значит, вот написала она такую вещь. Ну, там, знаешь как, по большому счету не заслуживает на такое длительное изучение. Вот. Что она пишет? Это не интервью, много лжи и дезинформации, не зная, что добивается господин Сергеев, но только не объединение русской общины. Кстати, если обратиться к публикациям о нем на самом фейсбуке, поймете, что двигают им отнюдь неидейные соображения. Но здесь долго объяснять, разговаривать смысла нет. Почему? Потому что... Я читал эту информацию. Да. Мы с этой Мариной ни разу в жизни не встречались. Ни она меня не знает, ни я ее не знаю. Откуда, чего она берет, я тоже понятия не имею. Но, тем не менее, я несколько раз ей написал и попросил, пожалуйста, если у вас есть конкретно какие-то... Вот вы пишете, что много лжи и дезинформации конкретно и мы ответим на все ваши вопросы. Ну и... Естественно, ноль реакции. Ну вот это Марина М. Да, Марина, да? Да, Марина М. Да, вот это и есть типичный пример работы по темникам. То есть, человек, который лично с тобой не контактирует, который занимается в сети дискредитацией конкретного человека, а это тебя, да, всячески набрасывает и просто она же ничего аргументированно не сказала. Она сказала, что это дезинформация, каких целей ты добиваешься, непонятно, да. Ее задача вбросить на вентилятор, зафиксировать общественное мнение, ой, наверное, что-то Сергеев себе позволяет лишнее и удалиться. Это обычный тролль, работающий на спецслужбе. Это обычный исполнитель темников. Это может быть виртуал. Кстати, я не удивлюсь, если это Марина может быть каким-нибудь офицером в каком-нибудь ньюсруме или какой-нибудь... Это может быть и мужчина на самом деле. Просто сама структура работы в социальных сетях такова, что на каждого офицера или женщину-офицера по 10, по 15 виртуальных аккаунтов. Но в данном случае мы знаем, мы нашли ее на аккаунте, все проверили. Да, это действительно есть такая женщина. Я даже допускаю такую мысль, что где-то вот ее саму так обработали, что ее просто несет по информации, которую ей дали. То есть кто-то этот темник отработал на нее, а она уже по инерции его отрабатывает. Да, может быть и то. Это может быть все, что угодно. Сложно судить, мы вообще с ней не знакомы. Но вот другой комментарий, он заслуживает того, чтобы его немножко обсудить. Я сейчас зачитаю. Значит, небезызвестная нам всем нам, я позволю здесь называть фамилии, потому что люди в общем-то выдают информацию, выдают конкретно и по своей фамилии, поэтому как бы я ее тоже называю. это Маргарита Белова. Ты ее очень хорошо знаешь. Кстати, с ее же слов мы с тобой вот два братана, типа что-то такое. Ну да, ты тоже живешь. Видишь, у нас и прически одинаковые. Мы, кстати, посмотрели твои фотографии, когда ты еще художником-корректористом работал. И я выставлю потом свою молодую фотографию, где я тоже такой шикарный шевелюрой, как раз и тогда весь такой спортивный был, восходящая звезда. Даже там у нас есть некоторые общие черты. Да у нас вообще таран-таран-то, куча мистических связей. Разве только с тобой. У меня там куча друзей и родственников. Да, вот смотри, Маргарита Белова пишет. Отвратительная врань. Я смотри, я почему зачитываю, потому что она дает информацию, люди же хотят знать какие-то ответы. И я не считаю, что мы должны как-то от этого прятаться, банить, убирать, потому что... Не, не, ответить надо, да. Иначе повиснет вопрос без ответа, конечно. Да, в том-то и дело. И вот она пишет. Человек хочет спросить. С плоской вопроса. Вот я так и хочу. Маргарита, специально для вас. Отвратительное вранье. Все, что несет это убожество Сергеев, наглая ложь и разбрасывание своего дерьма на других. Кстати, от портрета и упоминания товарища Сталина шарахается как ошпаренный. Поэтому тему Сталина обязательно сейчас надо обсудить. А на видео также виден его игнор этой темы. Это мы постоянно напоминаем им об исторической правде, что победа была одержана под руководством генерализмуса Сталина. А они нас постоянно обвиняют, что мы носимся с портретом тирана и провоцируем их перед руководством Канады. Таран также в курсе, но решил подыграть этому убожеству. Я слово в слово читаю. Кто на самом деле темник? Вопрос. Видно из видео эффект обезьяньи лапы не за горами. И там десятка-полтора этих восклицательных знаков. Я правда здесь уже или человека голову несет уже или что, я тут не понимаю о чем идет разговор. И дальше значит она выставляет несколько фотографий там, где она и ее подруга Люба Чапак. кстати они были все в штабе бессмертного полка о котором мы говорим с журавликом и мимо празднования Дня Победы. И значит пошли фотографии они обязательно либо футболка значит с портретом Сталина либо портрет Сталина и вот здесь фотография идет с послом Российской Федерации в Канаде значит с представителем Россотрудничества ну с кем-то и из этих людей и что вот мне хотелось затронуть в этом значит понятно, что Сталин это одна из личностей которую самая конкретно стоит цель оболгать и да и в Канаде в Канаде в частности значит есть закон на запрет определенных символов и вот допустим празднование Дня Победы все-таки нам разрешается разворачивать флаги Знамя Победы и все остальное то есть это потому что в какой-то степени это же как культурно-историческое мероприятие и здесь оно как бы нет не запрещается нам разрешает шествие Бессмертного полка но здесь же не только русская община здесь есть которые не наши интересы очень сильно лоббирует украинская община и они естественно все время ищут возможность как вот ты сам озвучивал эти слова как сделать что-то такое чтобы в конечном итоге запретить Бессмертный полк они сейчас работают против Бессмертного полка и против празднования Дня Победы и вот теперь теперь я сейчас как вот такую небольшую ремарочку скажу допустим я пытаюсь ставить себя допустим на место вот этой небезызвестной Маргариты Беловой и Любы Чапак вот с позиции смотрю что можно сделать чтобы попробовать поспособствовать провокации и закрыть Бессмертный полк естественно ничего в голову более как придумать провокацию самым одиозным понятием канадцев одиозной личностью и и что вызовет скандал это использовать портрет Сталина и вот смотри закономерная вещь в течение трех лет эти две дамы живя в Торонто едут на празднование Победы вот того вот того это столица Канады и когда происходит Бессмертный полк они всегда подсуетятся и выйдут с портретом Сталина после первого одного из него выхода значит сразу же на страницах группы за демократические свободы поднялся скандал была составлена петиция отправлена в парламент Канады был принят закон Магнитского потом значит это один скандал и концовка закончилась и уже даже после этого первого действия любой нормальный человек если он если он не идет по пути провокации он поймет что этого делать нельзя вы видите какие последствия и концовка вообще шикарная но тем не менее на следующий год они опять приезжают опять то же самое и на последний год они приезжают оказывается тут еще группа украинцев поднимается скандал новая петиция финал бессмертный полк в Альготаре запрещен ну вот вот результат работы да все девочки теперь поехали Магарита написала что вот мы за портрет Сталина а Таран тоже промолчал а вы против портрета Сталина и где же это все это называется манипуляция и агентурная работа то есть я себе вижу следующее ну вообще Чапак это фамилия не только нашей общей знакомой но еще и была такая пресс-секретарь у Януковича Дарко Чапак да это известная фамилия на западной Украине как раз там где и находятся выходцы североамериканских регионов украинские да это в основном греко-католические общины это своя мощнейшая разведка контрразведка оперативные службы замкнутые на и Великобританию и канадские службы я в данном случае ничего такого не говорю и ни в коем случае не выступаю против государственности Канады я просто говорю об особенностях оперативной работы то есть оперативная работа ведется следующим образом а давайте-ка мы в среде русских эмигрантов которые очень сильно вдохновлены бессмертным полком поставим пару провокаторов которые нам накинут паз чтобы у нас было основание для запретов бессмертного полка в столице Канады для того чтобы возбудить украинскую диаспору давайте поищем таких провокаторов чтобы они были а эмоциональные это женщины б имели идеологическую заряженность а это значит родовые привязки связи с западноукраинской диаспорой которая на самом деле имеет мощнейшую разведку и контрразведку и оперативные подразделения и таким образом сделаем так чтобы во-первых они будут стравливать всех русских по любому поводу отношение к Сталину отношение к евреям отношение к красному флагу мы получим оперативную материалы агентурные сведения и они нам всегда даже мы их бросим за стенки как самых ярых националистов русских они сыграют роль страдальцев за идеи бессмертного полка но они как агентура на довольствие выполнят необходимую нам работу не более отработают на 100% да не более не менее я только хочу спросить девочки вы хоть нормальные деньги получаете может вы за ну настолько глупы что просто за 3 копейки берете и портите отношения с русскими людьми которые на самом деле против вас вообще ничего не видят я общался с ними достаточно долго но после определенных истерик просто забанил я считаю что это оперативная агентурная работа с целью провокации с целью чтобы запретить вас на корню чтобы вы даже забыли что вы русские какая там победа журавлик ваше все но она к этому идет а что самое интересное и маргарита белова и люба чапак они были у меня дома они сидели за моим столом они кушали мой хлеб подожди вербовочный подход к тебе же надо было сделать ну да ты не вербанулся ты показал что ты за 150 километров и тебе наплевать на их общину им было очень обидно а кстати ты же тоже получил много информации согласно которой значит организацию ОПГ это организованных преступных группировок весь бандитизм Торонто весь под моей крышей то есть как бы это все 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 мое то есть я типа вот подожди и что ты почему ты мне только сейчас об этом сообщаешь ты понимаешь я же сам не до конца знал эту информацию и вот что самое интересное так ты так ты в законе у нас ну да типа этого ну ты знаешь грешок есть и вот сейчас как на духу быстро расскажу живя в Германии у меня был один знакомый немец который мне пришел и рассказал такую штуку слушай вчера говорит сдавал идиот интест я спрашиваю что за идиот интест он говорит я проходил что я не идиот сдавал экзамен я говорю за что тебя так он говорит понимаешь я в зоне 50 на машине пролетел свыше 100 и согласно немецкого закона ты не просто платишь штраф там лишение права отбываешь а ты еще сдаешь экзамен потому что правильно но не может нормальный человек не идиот с такой скоростью на фузгингер зоне то есть на пешеходной зоне ходить мне тогда эта идея очень понравилась я вот повторяюсь мне супруга как-то ругала даже за эту тему но очень часто включая вот эти девочки и скажем если мы берем и Алла Суворова с супругом и все остальные они же все у меня дома были все приходили там как говорится вот говорили о любви о дружбе а потом уходили и вот возникали вот такие отношения все они спрашивали как вы познакомились с супругой я все время с шуткой отвечаю что да я же только освободился вышел на прогулку гулял и вот она шла по улице мы встретились с любовью мне супруга говорит зачем ты это говоришь я говорю ну ты понимаешь это же шутка и любой нормальный человек он никогда на нее не отреагирует если он ей воспользуется для того чтобы потом что-то кому-то вкладывать в уши мы будем знать что он идиот это мой идиот НТС и что ты думаешь сработало они же до сих пор носятся с этим вот даже я коротко сейчас затрону еще один очень интересный документ это уже касается Любы Чапак вот она пишет вопросы есть к оргкомитету Сергею Тотрову а Сергей Тотрову у нас председатель оргкомитета по организации празднования Дня Победы и Вячеславу Николаевичу Волкову это президент ассоциации ветеранов человек которому 95 лет который ну все свое отдал как говорится на сколько мог вот и значит к ним вопросы к организациям которые взялись представить интересы народа но не оправдали доверие народа и мы такие сразу так я не понял а кто здесь народ и что они не оправдали дальше все собрания круглые столы договора которые были проведены для объединения двух колонн в один полк и были перечеркнуты опять же Тотровым и Волковым то есть президент ассоциации ветеранов значит да они занимались этим вопросом чтобы все таки колонны знаешь как не важно же сколько колонн бессмертного полка я сам и говорю что так какая разница чем больше полков тем лучше если они все как говорится прошли в разных местах собрали жителей слились вот в одной и пришли на празднование победы это же здорово больше полков больше армии ты понимаешь это больше людей абсолютно такое позитивное отношение к этому и не важно под каким символом они ходят важно куда они пришли и какую миссию выполнили вот и значит были перечеркнуты Волковым я так понимаю что перечеркнуто что что Волков и Тотров не позволили отколоться остальным людям и прибиться к полку который не признает празднование Дня Победы то есть они это в обвинение ему ставят ну вот как бы вот в таком духе и это вот подтверждает твои слова что они потом начинают манипулировать вот этой темой темой Победы темой Сталина и мне даже показалось что Белова фразу вот эту кинула относительно это мы с портретом Сталина ходим только для того что она же чувствует что у нее под задницей стол горит вот и ей же надо как-то показать что она это с патриотической точки зрения делает ну с какой патриотической елки-палки только благодаря вашей деятельности закрыт бессмертный полк и вы это не осознаете и продолжаете это делать да это называется провокатор который исполняет тот самый темник вообще на самом деле я хочу сказать что агентура из них посредственная очень шумная но посредственная рано или поздно их снимут с довольствия и вообще я думаю что не по чину мы им уделяем слишком много времени вот точно не вся русская община вот точно но мы должны были ответить не-не это правильно ты все сделал ты правильно все зацитировал я думаю что главная тема нашей с тобой сегодняшнего разговора это не эти персонажи которые на довольствии и которые пытаются сделать провокации чтобы вас вообще везде позакрывали но при этом улыбаясь что они носят портрет Сталина но это называется идиотизм наша задача сделать так чтобы все русские семьи или семьи русской цивилизации то есть где в доме говорят на русском языке воспитывали детей с пониманием что такое праздник победы потому что без победы никто ни в Торонто ни в Симферополе просто бы не был живой это мистический праздник мы живы потому что была победа и были бы мертвы и не родились если бы победы не было все просто а люди которые работают на то чтобы переврать перелгать всех стравить это посредственная агентура которую я бы например уже уволил будь я их куратором или офицером который им пишет темники а может уже и уволили потому и агрессия слушая кормушка да ну в общем кстати вчера приятная вещь произошла значит мы разговаривали Сергей Петрович Новиков это единственный супертяж олимпийский чемпион 76 года и вот вчера он подтвердил то что они значит на летний период этого года хотят приехать сюда в Торонто месяц у нас пожить и помочь организовать даже как спортивное мероприятие которое в какой-то степени тоже будет посвящено мы же раньше постоянно какие-то турниры проводили в честь героев национальных героев или героев Великой Отечественной войны и он говорит вот с этой темой мы конечно приедем и поможем то есть человек представляешь президент федерации стока дел государственных всего и он все-таки берется помочь и приехать организовать именно эту работу поэтому это вот у нас такая самая приятная новость которая произошла для общины безусловно это возможность организации такой хорошей школы для молодежи для детей именно вот в плане спорта ну и потом Сергей Петрович Новиков это легенда мирового класса в общем-то ну как бы я думаю наши темы исчерпаны сегодня хорошо хорошо пусть люди напишут вопросы я думаю что мы разбор полетов жизни русских русской глобальной общины будем продолжать мы может быть подключим ты знаешь мы с Игорем хотим как бы предложить вот такой вариант извиняя перебивая значит потому что постоянно вот эту тему скажем с привязкой только к войне или только к политике она немножко грузить начинает конечно конечно она переключалась поэтому да мы сейчас начинаем чередовать и будем следующие темы готовить уже какие-то такие бытовые и вот просто как мы живем что делаем как кушаем где спим во что играем там может быть знаешь наши дома наши школы там даже эти мы с Игорем да мы с Игорем я там ребятов казаков соберу может быть на конеферме что-то снимем сделаем ну вот такое чтобы потому что да действительно ты знаешь я посмотрел по всяким видеорепортажам которые исходят от Торонто но они какие-то все немножко нарисованные а вот простой такой житейской ситуации как мы действительно живем и все остальное здесь немного в основном не все носят какой-то рекламный характер рассказали рассказали а потом сервис предлагается можем продать это или помочь организовать это за деньги а просто жизни нет ну понятно а я кино а я кино запускаю патриотическое в Москве буду снимать весь март это сериал ютубовский сериал для самого широкого просмотра о здорово здорово жарко руку не пожмешь рад был видеть да удачи вам я сегодня кстати специально футболку одел видишь у меня Георгий победоносец потому что там кто-то вызвался сказал что это символ мутанта я сразу же одел тем более я горжусь ими ассоциации ветерана президент специально с Москвы привезли подарили вот с Георгием победоносцем на торжественные минуты одеваю ее ясно хорошо хорошо сергей всем там привет русским людям в самом широком смысле слова русские это цивилизация а не народ нет нас все у нас будет хорошо добренько все спасибо до следующего эфира до свидания